Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренс. И в этом ролике я хочу рассказать вам о пяти замечательных квестовых модах для Скайрима, которые вполне могут прийтись по душе любителям атмосферных, хоррор и попросту ламповых квестовых линеек, которые в первую очередь пришлись по душе мне, потому что я смею вам признаться, что я, наверное, самый отбитый на голову поклонник Скайрима. Я играю в Скайрим уже более пяти лет, и проходила я игру несчетное количество раз, учитывая главные квесты, огромное количество поставленных модов, плагинов и прочего. В общем, мне есть что вам рассказать, и поэтому, если вы тоже любите атмосферные игры, сделанные с любовью, то, возможно, вам этот ролик будет интересен и полезен. Оставайтесь со мной. Эдин из самых недооцененных, на мой взгляд, квестовых модов – это квест «Мертвое дело», который возвращает нас в эстетику Silent Hill. Очень красивый, очень страшный, жуткий квест, который погружает нас в ту самую атмосферу ужаса, безысходности, когда вы просто ничего не можете делать, в том числе и нажать на паузу, или телепортироваться от чего-то очень ужасного. Сама история, конечно, имеет такую, ну, все-таки, да, действительно легкую отсылку к Silent Hill. Там будут и пропавшие дети, и кровоточащие стены, и жуткая-прежуткая музыка. Но все-таки это не прям точная копия Silent Hill, но вот такая легкая-легкая эстетика. Очень жутко, очень страшно, очень много интересных таких головоломок, закаток. Не просто там в стиле «Приди», «Убей», «Принеси». Достаточно интересная такая, я бы даже сказала, литературная, такая, знаете, кинематографичная концовка. Но я считаю этот мод все-таки недооцененным, потому что, когда я читала на него отзывы, они были какие-то достаточно очень полярные, то есть кому-то прям понравилось, в том числе и мне кто-то сказал, что там, типа, концовка подкачала или еще что-то. Но все-таки, по моему личному мнению, если вы любите вот такие действительно хоррор-квесты и хоррор-игры, то вполне возможно, что вам придется по душе, ну, лично я, ну, 5 из 5 дала бы этой линейки. В ней, наверное, все идеально. Ну, может быть, может быть, конечно, действительно, некоторые комментаторы были правы насчет концовки, но абсолютно все моды, которые я буду сегодня перечислять, это о процессе, это о прохождении, этого получили не наслаждение, а адреналина, кайфа и просто, ну, мурашек на вашем теле, поэтому да. Второе место я, конечно же, присуждаю квесту «Тьма над Йотенхеймом». На самом деле, очень достаточно много различных переводов. Кто-то говорит, что это саван над Йотенхеймом, зло над Йотенхеймом. На самом деле, все эти три перевода никаким образом не идут в разрез с своей стилистикой и сценарием этой квеста в линейке. Это действительно очень-очень глобальный мод, в котором вы будете блуждать, ну, как нам заявляет разработчик, 5-10 часов, и я, наверное, и дольше. Я вообще достаточно долго прохожу квесты, потому что мне нравится действительно проникаться вот этой атмосферой, искать какие-то, ну, не знаю, красивые такие интересные моменты. И вот «Тьма над Йотенхеймом» история повествует на некоем человеке, незнакомце, который выходит с нами на связь и просит помочь. И, ну, вроде как, все как-то начинается достаточно скучновато и даже непонятно, но потом вот эта вот эта хоррор-история обрастает постоянно какими-то новыми витками сюжета, куча совершенно страшных моментов. И вы знаете, вот что «Тьма над Йотенхеймом», что вот «Мертвое дело» действительно появляется реально ощутимый просто всей кожей эффект погружения в игру, эффект присутствия, и как будто вот это вот такое, знаете, ощущение безусходности, когда вы не знаете, что делать, и выхода нет, и такая прям легкая паника. Вот «Тьма над Йотенхеймом». Также этот квест хорош тем, что там нет маркеров, то есть вам приходится читать, узнавать, познавать, не пропускать всякие там важные книги, записки и так далее. Это тоже очень интересно все-таки, но в то же время не так много читать, как в Моровинде. И более-менее там интуитивно все понятно. Страшная история, очень запутанная, очень много всяких витков сюжета, лабиринты, ловушки. В общем, совершенно небанальное построение сюжета. «Тьма над Йотенхеймом». Очень круто, очень интересно, проходила не один раз. И каждый раз, когда я проходила, постоянно испытывала какие-то струднения. Может быть, потому что у меня такая память плохая на игры, на фильмы, вообще на всякое такое. Но прикольно, очень искренне вам рекомендую. Третий квестовый мод называется «Скумельсоху». И «Скумельсоху» — это не что иное, как деревенька роганьян. И вот это совсем не хоррор. Это совсем не про что-то ужасное, запутанное. Это не про кровь, кишки, хардкор. «Скумельсоху» — это ламповая, сказочная атмосфера, которая, с одной стороны, она, может быть, покажется нам лорной, а с другой стороны, она имеет какой-то такой очень яркий и узнаваемый акцент. И особенно, просто, не знаю, благодарность озвучке и тем, кто вообще просто занимался разработкой этой игры. Потому что озвучка, диалоги, атмосфера вот этой самой деревеньки, они просто непередаваемые, очень классно. Даже просто, когда вы закончили все эти квесты, возвращаться в эту деревню, общаться с жителями, просто гулять по этой локации, действительно очень здорово. Тоже, опять-таки, ничто не предвещало беды. И вам, как всегда, приходит какая-то там записка, или вам нужно прочитать книгу, я уже точно не помню, где сообщается о некоем охотнике, которая внезапно пропала. Вам нужно будет расследовать его, пропаживать. И милой, хорошенькой, сказочной кукольной деревеньки, но не все так просто. Вокруг этой деревеньки почему-то ходят безмолвные призраки, которые постоянно рыдают, плачут и воют. И, казалось бы, что может пойти не так в этой истории? Но, действительно, сюжет очень крутой, действительно достойный какого-то классного фильма, интересная развязка, очень, знаете, проработанные персонажи, которым ты, действительно, начинаешь все переживать, что немаловажно. Действительно, правда, действительно сценарий достойный какой-нибудь классной экранизации. Это не такой прям супердлинный квест, как, например, Тимана Льотунхейма, но, тем не менее, проходится прям, знаете, легко. На одном дыхании, ну, легко, конечно, не в плане самого прохождения, в плане атмосферы. Очень интересная такая, не буду спойлерить, но концовка замечательная. Не в плане положительная, но, в общем, вы понимаете. Так что, опять-таки, настоятельно рекомендую вам попробовать скумельсоку. Он такой более лорный, более классический. Его нельзя назвать на все 100% ламповым. Или хоррор, скорее всего. Он придется по душе ценителям эдакой скайримской классики. Это Клык Вирма. Я все-таки подумала, что надо. Что-то такое очень классическое, но в то же время захватывающее и интересное, но не супер топорное и банальное. Вот опять-таки в духе пришел, увидел, победил, забрал награду и прощай, Ваня, Вася. Или как вас зовут? Вот Клык Вирма. Это история о драконах, история об охотниках на драконах. Если вам вообще нравится эстетика, еще раз, драконов, то просто эстетика глубоких, преглубоких, страшных подземелий, награды, еще раз, драконов. Это история о драконах. О чем еще говорить? Честно скажу, не люблю классические, вот такие прям супер классические по канонам Скайрима моды. Все-таки, когда я качаю какую-нибудь квестовую линейку стороннюю, то я ожидаю чего-то такого эдакого, необычного, отличающегося от Скайрима. Клык Вирма все-таки больше по классике, он действительно лорный, но тем не менее, мне он правда понравился. Не зря он вроде как на Тес Олл входит то ли в пятерку, то ли даже в тройку самых скачиваемых модов вообще ever. Поэтому да, если вы любите классический Скайрим, то вполне возможно, что Клык Вирма вам придется по душе. И последняя квестовая линейка, ее даже нельзя назвать квестовой линейкой, и сейчас я объясню почему. Это тот мод, которым я занимаюсь по сей день. Я уже когда-то давно его проходила, но решила его пробовать еще раз. Это Vampires Infinium, Сердце Тьмы. Вы уже понимаете эту историю. Ну, наверное, о вампиров. И это совершенно другое. Это совершенно другие квесты. Это они, как вам сказать, они не имеют как такового... Это в то же время не песочница. То есть это не просто локация, где вы бегаете, исследуете, убиваете врагов. Там есть несколько интересных и очень сложных действительно квестов. Но главная фишка — это огромная-огромная сорока-уровневая, вроде как сорока-сорока-уровневая подземелье под названием, собственно, Vampires Infinium. И настолько там много вот этих вот, знаете, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Продуманные интерьеры, вплоть, я не знаю, до манеры освещения, до того, как там угол оформлен, до там спальни главного вампира. Так много вот этих... Таких классных деталей, очень много страшных деталей. Это вот, знаете, темная эстетика, когда у вас тоже какая-то такая легкая безвыходность душой происходит. Но, тем не менее, Vampires Infinium — это все-таки... Да, все-таки не песочница. Это просто сорока-уровневая огромная подземелье с очень-очень-очень сильными врагами. Поэтому лезть туда, когда вы там даже двадцатого уровня, там все-таки не стоит. Там очень сильные боссы, и иногда некоторых боссов невозможно победить просто там одной магией или одной везухой. Приходится как-то извращаться. Что, конечно, один из больших минусов — нету перевода. Он иногда был бы прям в тему, потому что есть такие задания, которые дают персонажи. Там нужно прям действительно вслушиваться. И нету ни карт, как таковых, ни маркеров, ничего подземелья. Просто огромное. Но в этом тоже есть, конечно, свой интерес. Vampires Infinium — это... Там можно блуждать. Ни час, ни два, ни день, ни неделю, даже больше. Очень крутое подземелье. Оно действительно очень затягивает. Очень сильные враги, очень классные награды. И, собственно, главный квест — «Сердце тьмы». И еще вроде там пять-шесть побочных квестов есть. Но даже если вы не хотите, допустим, брать эти квесты, просто блуждать по этому подземелью, исследовать его, просто убеждаешься, насколько проделана колоссальная вообще работа, насколько разработчики этого мода заморочились. Просто вот действительно... Вот дьявол кроется в мелочах. Дьявол в мелочах — это Vampires Infinium. Особенно классный, если вы вампир. Вот. Поэтому, да, это были все пять... Я вроде пять назвала, да? Это были все пять классных квестовых модов на Skyrim, которые я лично от себя искренне рекомендую. Напишите в комментариях, если вы играли в какой-либо из этих квестов, понравился ли он вам. И напишите, порекомендуйте какие-нибудь интересные моды или плагины. Ну, давайте все-таки по квестам. Квесты и локации. Локации тоже, они как-то связаны с квестами. Которые понравились лично вам, которые вы можете рекомендовать любителям Skyrim'а и почему. Все, друзья, на этом я завершаю свой ролик. Если вам было интересно, поставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Все ссылки на мои соцсети, на мои творческие проекты вы найдете в описании. И на этом все. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.